Добрый день! Сегодня рассмотрим занятия на занятии как в программе Овентропа ЗЦ 5.0 можно почитать ограждающие конструкции, а также мощность теплопотерь помещения и здания в целом. На канале присутствует видео лекции по данной программе, но ввиду того, что она записывалась в лекционное время, то есть там произошли некоторые события, то есть кое-что не было показано, поэтому в ряде коротких и небольших занятий, то есть мы заново рассмотрим данную программу. Ну и для того, чтобы выполнять эти расчеты, вам нужно сделать следующее. Во-первых, можно зайти на сайт Sancom и найти эту программу, то есть находится она очень просто, есть вот здесь меню скачать, то есть нажимаем на фирменные версии, то есть появляется окошко с этими фирменными версиями, то есть нам нужно найти Овентроп, то есть нажимаем на нее, у Астрал же появляется окно именно программы Овентроп, ну и скачиваем программу Овентроп, Овентроп для этого. Дальше, после загрузки этой программы вы запускаете ее установку, то есть, ну и после установки, то есть запускаете программу, и появляется основное окошко, которое представлено в данном моменте здесь. Да, ну и при первом запуске у вас здесь вот появится окно регистрации, то есть пугаться не надо, то есть это простая форма, в которую нужно будет внести фамилию, имя, отчество, ну и адрес электронной почты. То есть это можно сделать как в вашем варианте, либо какую-то другую абстрактную, то есть достаточно этих данных для того, чтобы в дальнейшем безболезненно работать в этой программе. Со временем, ежемесячно, два раза в начале и в конце, эту программу можно обновлять, то есть она обновляется автоматически, для этого просто нажать справку и обновление, то есть появится вот такое окошко, то есть и можно нажать проверить, ли сейчас доступно обновление, либо напишет нет, либо напишет да, доступно, загрузить ее после загрузки, то есть можно ее, соответственно, обновить. То есть, и вся программа представляет стандартное окно, в котором содержится меню с командными строками. Ну, разберем здесь это меню, соответственно, файл, ну здесь новые данные, открыть, сохранить, сохранить как, печать, ну и закрыть, соответственно, программу, ну и указаны пути тех проектов, которые были использованы. Следующая, это правка, тут стандартное командное меню, там, отменить, вернуть, вырезать, копировать, вставить и так далее. Так, ставить строку, удалить строку, там, найти и заменить. Дальше, следующее меню, вид, это работа с панелями и инструментами, то есть, можно здесь убрать некоторые панели инструментов. Что мы делать не будем. И вот основное, главное, меню, данные, с которого начинается выполнение расчетов в этой программе. То есть, все их нужно заполнить для того, чтобы выполнить расчет. Следующее меню, расчет, то есть, выполняется расчет. Следующее меню, это итоги, то есть, она покажет результаты, которые вы получили на основании введенных исходных данных. Следующее, параметры, здесь можно изменять конфигурацию шрифта, то есть, который используется по умолчанию, ну и так далее. То есть, интерфейс программы. Дальше, окно, это работы с окнами, то есть, там, различным вариантом. Ну и последнее меню, это справка, то есть, вызвать справки, узнать о программе, то есть, какая версия стоит на данный момент 28-27-2017 года. Так, и еще одним главным моментом является то, что вам понадобится в меню Windows кнопки пуск, то есть, каталог программы, куда установился, ну и понадобится также инструкция по работе с этой программой. То есть, при нажатии ее, то есть, текст там выполнен в виде стандартного PDF формата, в котором содержится справка, полностью написанная по этой программе. Так, ну и вот, открылся документ со справкой, то есть, ну и здесь содержится весь основной материал, как с этой программой, соответственно, работать. Оглавление есть и так далее. Возвращаемся обратно в программу. Так, ну и для того, чтобы было понятно, как это все происходит и выполняется, то есть, мы будем это делать на основе примера. То есть, вот существует такое двухэтажное здание. Здесь показаны план первого этажа, план второго этажа, стороны света, на которые направлены ограждения вертикальные наклонные данного здания второго этажа. Так, ну и показан разрез здания, это необходимо для того, чтобы выполнять расчеты, соответственно, высоту подвала, высота первого этажа, высота второго этажа, ну и высота чердачного помещения. То есть, два этажа у нас будет отапливаемый, первый, второй этаж, ну и подвал и чердак у нас будет неотапливаемый. Итак, сейчас начнем постепенно выполнять по каждому видео, то есть, заполнять соответствующее меню для того, чтобы выполнить расчеты. Так, спасибо за внимание. До следующего занятия. Так, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...